МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На гэтым тэдні слупок термометра уздымецца до плюс 34-х. Збярум портфель першокласнику. Комплекты школьных приналежностей у подарунок отримаюсь больше, як 2,5 тысячи хлопчиков и девочинок. Гульня, якая спаўняе мары, доброчинный футбольный матч для дятей-инвалидов провели у Гомелі. А зараз аб гэты меньшым больш падрабязна. Старые цехи з цвиллю, абадранные стены, темные помешканні и жудасные умовы працы. Президент раскрытыковаў работу Аршанскага инструментальнага завода и даў шэрах жорстких даручэннў. Вытворчасть орантаванная на абсталяванне буйных промысловых прадприемство зараз не можаў полныя меры задаволіць попыц заказчыкаў. Праблема ў состарэлым абсталяванні, а яшчэ ў банальной безгаспадарчасті. Александр Лукашэнка адразу адмовіўся ад пропанаванага маршруту і прайшоў па ўсіх помешканнях завода для таго капцалкам ацаніць вытворчы ланцужок ад приёмкі сыровіны да выпуску готовай продукцыі. Зайшлі ў кожныя дзверы. Аткрылася не самая прыемная картина. Зваліныя ў кучы старэе станкі, тёмные і сырэе помешканні, ў яких працуюць дзесяткі людзей. У адным з цехаў президент даручыў адрамантоваць дах і арганізаваць вытворчыць з выкарыстанням новых станкоў. Их паставками зоймецца мясовы завод «Червоны Барадзбіт». Яшчы адно даручэнне – адгарадзіць прыватнікаў ад асновных площаў. Дагэта гарандаторы і заваджані карысталіся адной проходной. Але галовная – трэба прывецці ўсё ў ідеальны парадак. Нагэта ў чыновнікаў не так шмат часу. Не дай Бог, я перэд новым годам прыеду, і упаси Господь, мой глаз зацепиться где-то за что-то. Ти знаеш, що буде. Паэтому к нему напрямую. Все, що нужно, он мне скажет. Попробуем без правительства это сделать. Немедленно оборудование заказывайте. А к этому времени, Николай Николаевич, надо восстановить тот цех і перекрыть крышу. Если это удобнее і лучше, а скорее всего, это так, то надо начинать новое производство с того цеха. Без інструмента. А у нас в основном страна, которая построена на обрабатывающей промышленности, на переработке и прочее. И в каждом даже колхозе есть мастерская, где нужен инструмент, хотя бы резцы, сверла и прочее. Это хлеб. Это хлеб для нашей страны. Я правильно рассуждаю? Поэтому инструментальный завод надо восстановить на самом высоком уровне, чтобы Гомсельмаш, МТЗ, МАЗ и все другие предприятия, даже нефтепереработки, сельского хозяйства, получили хороший инструмент. Но надо восстановить это предприятие. Пока это идиотское отношение к моему поручению. Но я знаю, что делать. Власти у меня хватит. А министр промышленности с завтрашнего дня сюда и пусть начинает работать. В какой должности определить? Уборочная кампания у регионе вышла на финишную промую. Засталось обмолотить усяго 15% площав. Собрано больше, как 500 тысяч тонн. По оперативных дадзиных жнево завершили Петриковские и Хойницкие районы. Однако у 90% выполненных работ перешли еще 5 районов Гомельщины. Лидер по намолоте – Речицкий район. Тут собрали больше 60 тысяч тонн сбожа нового ураджаев. Крихун меньше 55 тысяч на рахунку агрария у Будокашалевского района. До 50 тысяч на ганамолоту наближаются господарки Добрушского района. На двор я на гэтым тыдні будзе спрыяльным для агрария. Управда, не выключаны и новые рекорды. У сираду чекается спека до плюс 34. У ближайшие сутки прогнозуется до 18 градусов у ночи и до 30 в день. А 15-го жнивня слупок термометра подымется еще выше. У четвер пройдуть невеликые дожды. У конце процеду на гэтыдня на двор я будзе комфортным, сухой, сонечной и до 25 градусов тепла. За протяглой спякоты и отсутности опадков у регионе заховывается пожаронебеспечная ситуация. Забарона на наведванне лясоу дейничая у 14 районах. У Беларуси установлены термены сбору, журавин и брусниц. Отповедные рашэнни принятые аблывы конкамами. Збирать брусницы уже можно у Гомельской, Брэзской и Могилевской областях. С 15-го жнивня сбор будет дозволен не у Минской в областей, с 16-го у Витебской, с 20-го у Гродзенской. А вось на рыхтовку журавин першыми пачнут жихары Брэзской в областей с 24-го жнивня. С 25-го жнивня збираць яе змогут жихары Гомельской в областей. Иншые регионы открыют сезон у Верасни. Минприроды нагадывая, что збирать ягоды треба способами, які не наносят шкоды ягодникам и не приводять до их знищения. При сборе брусниц утримание спелых ягод повинно складать не меньше, как 99% от собранной массы. Журавин не меньше, как 95%. За порушение терминов применения забороненных сродков продугледжена отказность, попереджение, альбо штраф до 20 базовых величин. Областная доброчинная акция збиром портфель першокласснику набирая обороты. Сёння у лику перших уладальников подарунков оказались будучи навученцы Святиловицкой Средней школы Ветковского района. Оперативно собрать комплекты школьных приналежностей удалось коллективам Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья и комитета Гомель-аблмайомость. На врачистой церемонии передачи портфелев побывала и наша сдымочная бригада. До 1 вересня застается три тыдни у Святиловицкой средней школы повным ходом из-за подрыхтовка до встречи с вушнями. Там завершаются ремонтные работы, там у шановных гостей с подарунками принимали у сельсовете. Портфель одразу от двух организаций Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья и комитета Гомеля-аблмайомость привез галлонный санитарный урож нашего региона Александр Тарасенко. И он сам родом с гидых мястин, тому заехать на малую родиму, да и шестакой миссией приемна удвоя. Участвуем мы все время в Ветковском районе. Святиловичи, Столбун, Хальч, Ветка. Ежегодно, в зависимости от где нуждаются детишки наши в помощи, мы за счет средств, которые собираются и коллективом, и за счет средств организации, привозим и вручаем рюкзаки с необходимым количеством концтоваров. В портфеле отримали двое девчонок и четверо хлопчиков, у них которые обняли свои подарунки так мостно, что навод и слов подяки не спотребилось. Эмоции сказали за детей. Возможно, делая такие подарки, ценные подарки для нас, родителей и для первоклассников, возможно, мы в будущем увидим, как наши ребята вырастут в талантливых ученых, врачей, педагогов или просто будут хорошими людьми, которые будут делать то же самое, дарить свое внимание, заботу детям, которые в этом нуждаются. У сего в рамках все летней акции плануют собрать свыж 2000 портфелев. У первую чергу допомогу будет оказана детям, которые по различных причинам опынулись в тяжком социальном становище. Не застанутся без уваги и шмадетные, опякунские и приемные семьи, а так само выхованцы интернатных установ. Им нужна помощь в приобретении школьных принадлежностей, формы школьной, канцелярских принадлежностей, для того, чтобы 1 сентября для каждого ребенка стал радостным днем. Поэтому сегодня можно сказать, что все те фамилии, которые имеются в банке данных управления образования и письма, которые от имени облсполкома направлены во все районы нашей области, все дети, мы уверены в этом, все дети придут в школу с портфелями. И было бы здорово, если бы этот портфель был лично вручен представителями той организации, которая собирала деньги, шла в магазин, приобретала все то, что нужно для ребенка. Акция протягивается до 1 вересня, долучиться до ее мужа любви жадаючи. По всех питаниях и с пропоновами можно звертаться в Головное управление Адукации Гомельского облаканкама по номеру телефона в Гомеле 35-02-89. Евгений Кухаронак, Игорь Марышченко, телерадоя компания Гомель Зветковского района. Доброчинный футбольный матч для детей инвалидов пройшел сегодня у Гомеле. Его организовали волонтеры от Рада Открытые Сердцы открытых акционерного товарыства Гом Сельмаш и футбольный клуб Гомель. На спортивное свято Наста Де Йон завитала больше, как 20 юных удельников разом со своими батьками. Детям пропоновали забавляльную программу с гульнями и аквахрымом. Перед початком товарысского матча прозентовали детям мяч и форму футбольного клуба. Футбольный клуб Гомель и администрация и тренерские штабы и сами футболисты четко понимают, что футбол это социальное явление, это больше, чем вид спорта. Поэтому мы всегда с удовольствием откликаемся на такие акции. Тем более здесь дети с ограниченными возможностями. Поэтому мы с удовольствием постараемся им хотя бы ненадолго поднять настроение. Наверное, такие акции помогают детям почувствовать свою поддержку и внимание. И от всех нас хотелось бы пожелать и подарить детям сегодня хорошее настроение, массу положительных эмоций, а также пожелать крепкого здоровья, благополучия, обязательно верить в добро, ведь добро всегда побеждает. Волонтеры от Рада Открытые Сердца все лето просвятили свою деятельность миновито детям за собливостями развития. Зараз Гомельская областная ассоциация семьи у детей с детячым церебральным параличем и спинно-мозговыми патологиями объедновывая 284 семьи. Митрополит Минский Заславский патриарш экзар в Беларуси Павел и архиепископ Гомельский Жлобинский Стяфан провели чина свячения подмурка закладиного храма у гонор священномученика Алексея Лельчицкого. Некольки месяцев тому на улице Добрушской у Гомеля открыли часовый дравляный храм у гонор мясово шанованного святого. Побач згиму звяли фундамент для будущего каменного храма. Почас чину освящения у его основания заклали камень и памятную грамоту. Церква будет побудована каля бойных установах здоровья. Таму крымя постоянных приходжан наведовать службу смогут пациенты больниц. Молиться об их выздоровлении будут родные и сябры. В храме Божьем всегда будет звучать Слово Божие которое будет поучать людей как правильно необходимо жить человеку чтобы и на земле жизнь прожить достойно и сподобиться еще и войти в небесное Божие Царство. Так что весь жизненный путь христианина всегда проходит через Храм Божий. Гэты, а так сама иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www. цевергомел кропка бивай. Далее у эфиры де-факто и спортивные огляда я с вами развитываюсь усяго доброго и до новых сустречу эфиры. Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев здравствуйте. Последние дни минувшей недели не обошлись без ряда чрезвычайных происшествий в регионе. Сотрудниками госавтоинспекции Гомельской области зарегистрировано 68 ДТП в которых два человека получили телесные повреждения и один погиб. В пятницу 55-летний водитель управляя мопедом и двигаясь по улице Борисенко в Гомеле при перестроении из левой полосы вправо не справился с управлением и упал на проезжую часть. Водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован. В этот же день в Светлогорском районе произошла трагедия с мотоциклистом. Мотоциклист находясь на обочине при начале движения не убедился в безопасности своего маневра выехал на полосу попутного движения где совершил столкновение с автомобилем Volkswagen под управлением 25-летнего водителя. В результате происшествия мотоциклист от полученных травм скончался на месте ДТП. В Калинковичском районе столкнулись Peugeot 306 Opel Astra и грузовик MAN. Водитель Opel получил телесные повреждения и был госпитализирован в районную больницу. Причины ДТП устанавливаются. В субботу на воскресенье в 2.30 спасатели Гомельского городского подразделения МЧС стушили пожар в заброшенном здании по улице Междугородняя в Гомеле. По прибытию к месту вызова первых подразделений на территории производственной базы ОАО Медик происходило открытое горение в складском кирпичном одноэтажном здании 1976 года постройки. На территории базы располагаются складские здания которые сдаются в аренду. База охраняется сторожем и огорожена забором. Пожар был оперативно ликвидирован спасателями пострадавших нет. Вместе с тем огнем повреждено оборудование три станка пластиковые профили а также имущество в одном из отсеков здания. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара поджог. Также на тушении складского помещения но по улице Шилова спасатели выезжали в пятницу. Четырехлетняя девочка утонула на глазах родителей в Калинковичском районе в субботу. Две семьи с тремя детьми отдыхали на берегу Припяти в необорудованном для купания месте. Один из взрослых находясь в воде на секунду выпустил из виду ребенка играя с другими детьми. В этот момент сильное течение унесло малышку под воду. В этот же день в соседнем Мозырском районе купаясь в Припяти утонул 50-летний мужчина. Тела погибших были найдены в эти же сутки. О поиске утонувших 6 августа в Березине мужчины и девочки закончились только сегодня. Тела погибших были найдены в 300 метрах от места отдыха. Такой обзор происшествия к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Сайвин. Здравствуйте. В Кубке Беларуси по футболу гомельский локомотив продолжает оставлять неудел представителей элитного дивизиона чемпионата страны. В 1-8 финала железнодорожники на домашнем газоне крупно обыграли Смолевичи. На последней минуте первого тайма хозяева счета открыли Денис Козловский завершил точным ударом контратаку гомельчан. Спустя 7 минут после старта второй половины матча Николай Загвоздин удвоил счет. Вскоре Денис Козловский вновь оказался на стрии атаки. После ошибки гостей в центре поля партнер пасом отправил форварда в забег к воротам Смолевичей. 3-0. Денис Козловский записывает свой актив в дубль. Футбольный клуб Гомель в четвертьфинал пробиться не сумел. На поле стадиона центральной команда Алексея Меркулова проиграла Ислычи 0-2. В составе гостей отметились голами Артур Слабашевич и Дмитрий Комаровский. Мозырьская славя свой поединок 1-8 финала Кубка Беларуси против Бобруйской Белшины проведет 3-го октября. Состоялись очередные поединки предварительного этапа розыгрыша Кубка Беларуси по хоккею. Хоккейный клуб Гомель с минимальным преимуществом 2-1 одолел белорусскую молодежку У-20. Гомельский металлург никак не может открыть счет набранным баллом в Кубке Руслана Салея. На этот раз Столивары на выезде уступили Донбассу 3-6. Подопечные Александра Полищука замыкают под группу А. После летнего перерыва гандбол вернулся на гомельские спортивные площадки. Мужская и женская команда гандбольного клуба Гомель провели товарищеские матчи. Подопечные Тома Жачатера дважды крупно обыграли Витебчанку. На вот команде Сергея Цыганкова пришлось куда сложнее. У гомельчан был примерно равный по силам соперник могилевская команда Машека. И в первом поединке могилевчане победили 32-27. Тренерский штаб гомельчан урок усвоил и на следующий день сильнее были уже хозяева. При этом забросил гомель на 10 мячей больше, чем накануне, а пропустил меньше. Итог поединка 37-29. Далеко идущих выводов из этих матчей делать не стоит. Летний гандбол это, как правило, серьезные физические нагрузки и пока еще не сыгранный состав. Сложно ценить, потому что, я же говорю, много новых игроков и мало что понимаешь, кто будет делать, кто куда побежит. И это все со временем только приходит. Надо как бы, как так сказать, не знаю, уверенности немножко может некоторым игрокам. Потери у команды Сергея Цыганкова серьезные. Клуб покинули Артем Подосинов, Александр Буйкевич и Богдан Сергель. Завязали с гандболом Матвей Малышенко и Павел Пархоменко. Там пополнили ряды команды голкипер Игорь Черников, разыгрывающий Андрей Князев и линейный Александр Хилько. На подходе еще два потенциальных новичка. С ним притерлись до конца, не могу сказать, что адаптировались. Ну, уже с каждой игрой вот сегодня даже тот же Черников Игорь проявился, Хилько Саша сегодня хорошо себя проявил, тот же Князев Андрей, который вчера как бы, ну, видно его было на площадке сегодня уже себя проявил. Поэтому я думаю, что время, со временем ребята войдут в наш ритм игры и думаю, что те задачи, которые перед нами поставлены, мы их выполним. Тренерский штаб продолжает делать серьезную ставку на доморощенных гонболистов, на молодежь в нынешнем сезоне большие надежды. Завтра команда отправляется в Польшу, где проведет пять спаррингов с клубами из первого и второго по силе дивизионов местного чемпионата. Стартует в белорусском первенстве Гомель выездным поединком с БГК имени Мешкова первого сентября. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...